Пилоты и танкисты! Совершилось! Новое большое обновление пришло в нашу игру, лязгая траками американской наземной техники. Именно танки США – главные герои обновления 1.45 «Стальные генералы». Шерман, Паттон, Ли, Чаффи, Стюарт, Уокер – всё это прославленные национальные герои-полководцы, чьи имена традиционно получали американские танки. Кроме новой линейки наземной техники, разработчики порадовали нас другими долгожданными нововведениями. Но обо всём по порядку. Начнём с крылатых машин. И главная новость для пилотов – это настройка до турнирного состояния флайт-моделей абсолютно всей авиации в игре. Был улучшен и инструктор для прицеливания мышью. Как говорится, почувствуйте разницу. В War Thunder серьёзно изменилась модель повреждений. Она стала гораздо подробней. К слову, теперь крыло самолёта отламывается или отстреливается максимально реалистично. Именно в том месте, где плоскость получила повреждения. Конечно же, в этом обновлении появились и новые самолёты. Линейка «Страны восходящего солнца» пополнилась модификацией КИ-43-3 с двумя 20-мм мотор-пушками и истребителем-перехватчиком «Митсубиши» J2M3 «Рейдер». Британская авиация получила «Камбера» БМК-6 с пушечным контейнером из четырёх «Испана». Самолёт с достаточно внушительным боезапасом и бомбовой нагрузкой. Серия советских И-16 пополнилась героем гражданской войны в Испании десятой модификацией Ишачка. Ему не было равных до появления 109-го Мессершмитта на стороне франкистов. Среди американских реактивов достойное место на пятом ранге занял палубник F2H-2 «Банши». Значительно изменился немецкий реактивный бомбардировщик «Арада». Наши художники сделали новую 3D-модель этого самолёта. Переходим к самому главному. Обновление 1.45 даёт старт уникальной акции. Впервые в истории проекта мы приглашаем игроков принять участие в важнейшем этапе разработки. Вместе с вами мы настроим и введём в строй ветку американских бронированных машин. Шесть из них уже протестированы и доступны для игры, за что огромное спасибо всем участникам их испытаний на дев-сервере. Остальная техника будет настраиваться в закрытом бета-тесте и выпускаться по частям. Каждые несколько дней — партия новых танков. О том, как попасть на закрытое бета-тестирование, вы узнаете в наших новостях и сможете в реальном времени следить за разработкой и даже участвовать в ней. Весь следующий месяц тестеры будут рассказывать о своих впечатлениях о новой линейке наземной техники. Разработчики — делиться своим авторитетным мнением и ходом разработки. Игроки будут наслаждаться новыми танками уже в игре. Пока же расскажем, что увидят участники закрытого бета-тестирования. Ну, конечно же, американские танки. Почти три десятка грозных экземпляров, многие из которых можно смело назвать словом «самый». Смотрите, вот Т-32. Тяжёлый танк с усиленной бронёй, достигающий в лобовой проекции 300 миллиметров. Самая мощная броня в нашей игре. А это М-103. Его обычный бронебойный неподкалиберный снаряд способен остановить любого противника. М-103 — обладатель самой мощной пушки War Thunder, не считая корабельных. Прошу любить и жаловать. А вот самым удачным и массовым после советской 34-ки танком 40-х годов по праву считается М-4 Sherman. С февраля 1942 по июль 1945 года их было выпущено почти 40 тысяч. В обновлении 1.45 в распоряжении игроков появилось сразу несколько модификаций этой легендарной машины. Ещё один крайне интересный экземпляр — М-41 Walker Bulldog. Танк получил имя и прозвище знаменитого американского генерала Уолтона Гарриса Уокера. И пусть вас не смущает классификация танка — лёгкий. Этот бронированный болид, способный разгоняться до 72 км в час, имеет вполне себе серьёзную 76-мм пушку М-32. В общем, будет чем поразвлечься. 20-тонный малыш М-41 способен разобрать любого врага. Он потрясающе быстро едет, молниеносно крутит башней. Для быстрого захвата флангов и рейда по тылам вряд ли можно найти что-то более подходящее. Теперь о других важных изменениях обновления 1.45. Начнём с нововведения, которое порадует любителей командной игры. Появилась возможность подать «руку помощи» — специальный трос, чтобы отбуксировать раненого товарища в безопасное место для починки. Этим же тросом возвращается на гусеницы перевёрнутый танк вашего сокомандника. Или же можно вытащить застрявших во рве или окопе союзников. К слову, сейчас можно помочь и с ремонтом. Помогайте друзьям ремонтироваться быстрее. Чтобы рассказать обо всех изменениях 1.45, потребуется не один час, который лучше провести с пользой в игре и увидеть всё собственными глазами. Добавим лишь несколько деталей. Раньше эту возможность использовали как современные беспилотники для разведки. Включали артиллерийский удар и наблюдали, где же там за холмом спрятался противник. Теперь же артиллерийский удар вызывается по карте. Появилась возможность стрелять из зенитного стрелкового вооружения на бронетехнике. Им можно бороться с авиацией или уничтожать препятствия, чтобы добраться до врага. Добавлены новые игровые карты «Битва за Москву» для воздушных боёв, а для глобальных баталий танков и авиации «Крепость Белый Камень» и «Восточная Европа». На этом пока всё. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, заходите на сайт War Thunder, форум, Live и, конечно же, на нашей страничке социальных сетей ВКонтакте и Facebook. Удачных боёв!